На прошедших выборах президента в Воскресенском районе из 115 наблюдателей сразу 15 человек представляли общественную палату. Нарушений грубых не было в процессе, сразу же могу сказать, выборов, голосования, проведения. Но есть замечания, которые бы хотелось учесть уже в следующих выборах, выборах губернатора. Одно из основных – несоответствие в избирательных списках. Очень много было людей, которые почему-то не оказались в списках, а были уже прописаны по этим адресам давно, и более пяти лет. Обратили внимание на не самое лучшее оповещение населению – упрощенную форму пригласительных документов. В них не были указаны адреса избирательных участков, что с учетом перенарезки УИКов в этом году их стало больше, повлияло на явку. Переделили УИК по численности населения, и не в свое время об этом проинформировали население, привело к путанице. И поэтому ряд избирателей по привычке пришли на свои избирательные участки, потому что они их хорошо знали, и оказалось, что их причислили к другому. Поступило предложение повысить эффективность избирательного процесса, скоординировав работу общественных наблюдателей территориальной избирательной комиссии. Мы будем работать и создавать рабочую группу. Я думаю, это будет рабочая группа, будет на базе общественной палаты. И эта, в общем, практика уже есть. И я думаю, мы сами активно сработаем на следующих выборах. Руководитель администрации района отметил общественников, наиболее ярко проявивших себя, вручив им благодарственные письма и грамоты, а также подвел итоги прошедших выборов. Работу над ошибками надо делать, и по организации работы ТИКа, и взаимодействия с участковым избирательным комиссией. Но я считаю, что мы в состоянии все это учесть и на новых выборах все это поправить. Другой вопрос повестки. Отчеты председателя комиссии за первый квартал 2018 года. Рабочая группа по развитию городского парка, перешедшая в этом году в муниципальное пользование, готова встретиться с Виталием Чеховым. Люди, позиция которых реально связана с парком, они этим живут, и не положили ни один год своей жизни, для того, чтобы этот парк, по крайней мере, сохранить. Поэтому, учитывая их активность, понимаете, и нами было заявлено и объявлено, что мы эту мероприятие, эту встречу проведем. Первое, кажется, к сожалению, у нас не получается, прошу вас еще раз убедить, надо сказать, вернуться к этому вопросу в ближайшее время. На сегодняшний день у нас появились передаточные акты по парку, и мы уже начали регистрировать имущество за муниципальным районом. Мы начинаем понимать осязаемые границы нашего парка, и на самом деле мы можем уже сегодня начинать предметно о чем-то говорить. Есть и своеобразные трудности. Входная группа парка находится в частной собственности, и необходимо сохранить ее на своем историческом месте. Виталий Чехов убежден, что с собственником удастся договориться. Важный вопрос подняла и комиссия по экологии. Это тяжелая ситуация с безнадзорными собаками. Чипирование животных и стерилизация ОСВ, как это называется, программа, не панацея. Тем не менее, вот, к сожалению, другого сейчас нет. Вот мы работаем по этой программе ОСВ. Значит, на сегодняшний момент, я хочу сказать, контракт заключен. Если у нас ситуация не будет кардинально меняться, я уже предварительно с депутатами говорил, и мы были готовы даже весной вводить уже ЧАЭС, в связи с ситуацией, для того, чтобы уже и деньги своего бюджета на это дело как бы использовать. Но решили вот сейчас отработать по этому контракту, посмотрим, как будет ситуация. О проделанной работе в первом квартале 2018 года отчитались все 13 комиссий общественной палаты Воскресенского района, а также сформулировали задачи на будущее Александр Иванов, Дмитрий Волнов, Воскресенские вести.